Проблема со сном у младенцев встречается очень часто, фактически у двоих из десяти детей. Неудивительно, что тема обросла разными домыслами. Мы попросили педиатра прокомментировать некоторые из них. Наука о сне самая молодая, потому что визуально оценивать функцию мозга научили совсем недавно, в середине 20 века. Проанализировать это состояние человека стало возможным благодаря полисомнографии, регистрации биопотенциалов головного мозга во время сна. Ученые выяснили, что сон состоит из нескольких фаз. Дремота – первая стадия, неглубокий сон – вторая стадия, глубокий сон – третья и четвертая стадия, и сон со сновидениями – фаза быстрого сна. Все это время центральный отдел нервной системы человека тоже трудится. У ребенка происходит активное созревание структур головного мозга. Новорожденный спит почти 18 часов в сутки, однако его сон состоит в основном из активной фазы, при которой взрослый человек видит сны. Например, у взрослого эта фаза занимает не более 20% от общего времени сна. Однако узнать, видит ли малыш сновидение, пока не представляется возможным. К примерно полутора месяца малыш научится различать день и ночь, настроиться внутренние часы, сигналом ему будет уровень освещения. Поэтому родители могут поспособствовать этому. Ночью в комнате должен быть приглушенный свет, разговаривать можно тихим голосом. Ребенка стараться не брать на руки, а днем все наоборот. Часто родители жалуются на то, что ребенок во сне хнычит. Патологии в этом нет. Состояние возникает укрохи во время активного сна. Вероятно, так происходит разрядка от накопившихся за время бодрствования эмоций. Главная ошибка родителей – моментально реагировать на негромкие ночные звуки. Но малыш в состоянии снова заснуть самостоятельно, а родительское тревожное поведение закрепит у него негативный рефлекс. В дальнейшем могут возникнуть сложности с ночными пробуждениями и засыпаниями. Ребенок будет требовать внимания, и нормальная физиология сна будет нарушена. Итак, разберем самые популярные у родителей мифы о детском сне. Миф первый. Ребенок лучше спит в коляске и на свежем воздухе. На самом деле, да, дневной сон на прогулке в коляске очень полезен и ребенку, и маме. Хотя среди зарубежных специалистов есть мнение, что когда младенец засыпает в коляске во время движения или у мамы на руках, то он не погружается в глубокий восстанавливающий сон, а спит более чутко и неспокойно. Миф второй. Для лучшего сна ребенка необходимо укачивать. На самом деле, можно, но не нужно. Укачивая младенца во время засыпания, мы создаем ему ритуал, который он будет требовать каждый раз, когда проснется ночью во время быстрой фазы сна. А для детей нормально просыпаться ночью до двух-трех раз. Их нервная система еще не умеет достаточно хорошо включать тормозные процессы. Ритуалы укачивания и сна формируются в течение первых трех месяцев жизни. Если за это время малыш уже привык дремать на маминых или папиных руках, то он будет ждать этого и дальше. Миф третий. Младенца нужно запеленать, чтобы не будил себя вздрагиванием. На самом деле, беспокойство родителей часто вызывает вздрагивание малышей при засыпании. Мамы и папы атакуют неврологов и эпилептологов. При доскональном обследовании обычно ничего не находят, так как гимнатическая миоклония – это нормальное явление. Чем младше ребенок, тем вздрагивания выражены более интенсивно, так как тормозные процессы нервной системы недостаточно сформированы. Я считаю, что в младшем возрасте примерно до полутора месяцев пеленания полезно. Конечно, не стоит туго пеленать, но легкое пеленание поможет малышу сохранить продолжительный сон. Миф четвертый. Крепкому сну помогает купание малыша. На самом деле, да, купание перед сном хорошо успокаивает и расслабляет. Это должно стать частью ежедневного режима и подготовки к ночному отдыху. Ребенок привыкает к ритуалу и на подсознательном уровне ждет, что после приятных водных процедур будет сон. Миф пятый. Перед сном нужно дать малышу бутылочку с молоком. На самом деле, все верно. Сытый ребенок спит крепче. Но кормить нужно перед засыпанием, а не во время. Это важно. Малыш не должен привыкать засыпать на маминой груди или с бутылочкой, иначе он и дальше при каждом пробуждении будет требовать еду. При этом частое ночное кормление детей старше трех месяцев ведут к перекорму, а ночное кормление и бутылочки – кариесу молочных зубов. Миф шестой. В комнате должна быть абсолютная тишина. На самом деле, абсолютную тишину создавать не обязательно, однако приглушить свет и избегать резких громких звуков все-таки нужно. Ребенок с раннего возраста вполне может спать один в комнате. Чтобы родителям было спокойнее, неплохо установить в детской комнате полезные гаджеты – радио и видеоняню. Они помогут за наблюдением за младенцем. Не торопитесь сразу подбегать к малышу, если он проснулся. Подождите, возможно, ребенок сможет сам заснуть. При засыпании тоже не обязательно присутствие взрослого. Положите его в кроватку и уходите. Новорожденный может засыпать рядом с пеленкой, которой пахнет мамой, а малыш постарше – с любимой игрушкой. Миф седьмой. Ребенок спит крепче с соской. На самом деле, это так, если он приучен спать с соской. Если малыш с соской не знаком, то спать он будет хорошо и без нее. Задача родителей – научить малыша засыпать без дополнительных аксессуаров и хороводов. Потребуются некоторые усилия, однако это восполнится с лихвой. Когда повзрослевший малыш будет спокойно засыпать на всю ночь, это важно для формирования нервной системы и психики, а также позволит спокойно засыпать и спать всю ночь самим родителям, психика которых тоже не железная и нуждается в отдыхе. Каких ритуалов перед сном следует избегать? Засыпание на руках, засыпание в постели родителей, засыпание в процессе кормления, перебирание волос, засыпание под включенный телевизор, укачивание. В идеале укладывать малыша нужно в такой очередности – искупать его в теплой ванне, покормить, положить в кроватку и тихо удалиться. Важно, чтобы в комнате был свежий воздух и приглушенный свет. Не возбраняется спокойная тихая музыка.